Привет, дружок! Ты когда-нибудь ел голубцы? Ну, эту переваренную рисовую кашу, намешанную с фаршем, вытянутую в коротенькую колбаску и завёрнутую в лопух белокочанной капусты. Ну вот, саппорты это как голубцы, хрустящие снаружи и полностью кашеобразные внутри. Да, сегодня мы поговорим за всех овервачных терапевтов, выясним для чего они нужны и что при этом с ними нужно делать. Внимание, вопрос! Основную работу, актуализирующую концепцию шутера, выполняют дамагеры и танки, в чём при этом балдёжность игры на саппортах, даже если учитывать моба, составляющую овера. Подумал, я тоже, и в целом нашёл две серьёзные причины, почему да, что да. Ну, две причины вообще актуальности существования саппортов. И на этом окончил свои размышления, потому что двух штук оказалось достаточно. Первое. Саппорты не столько про хил, сколько именно про дополнительные приколюхи. Удовольствие от игры заключается в том, что ты на саппорте чисто позволяешь существовать всей своей команде. И обычно каждый персонаж этого класса обладает ключевыми способностями, которые решают в самых кульминационных моментах. Я бы даже сказал, что эти способности приравниваются к культе. Лампа Батиста, дротик Анны, который моментально даёт вам количественное преимущество, и так далее. Причина номер два заключается в том, что именно саппорты, то самое основное отличие овера от всех остальных типовых проектов, за которые овер и полюбили. Играя за мощных и харизматичных челиков, чувствуешь себя успешным человеком, в отличие от других игр, где пропускаешь всё веселье, поддёргивая в сторонке пару кнопочек с хилом. Окай, но что конкретно это всё даёт обычному овервачеру, жаждущему игровых увеселений? Поговорим позже. А пока, ну ты знаешь, что недавно я познакомился с игровым сервером Sirus Su, заоценивал успешно стартанувший новый игровой мир Алгалон, в котором, кстати, очень скоро наступит вторая фаза прогрессирования и запустится легендарный рейд Ульдуар. Также, ты можешь испытать себя на матёром, проверенном временем эталонном проекте Сируса, в мире Скордж с наиболее продвинутым ПВП и ПВЕ контентом. Собственно, к чему это я? А к тому, что если вдруг в варике ты преисполнился настолько, что затёр до дыр типичные приколюхи, на Сирусе есть героический режим, в котором боссы имеют совершенно другие тактики и способности. Принц Малчезар будет шатать тебя по разным мирам, в Змеином Святилище вместо босса рыбы тебя будет ждать другой сказочный чудила с интересной тактикой и многое другое. При регистрации по моей ссылке, которая в описании, ты получишь 7 дней бесплатного премиума и сумку Лили, которую ты сможешь открывать каждые 5 уровней и получать различные бонусы, например банки на опыт, хп и даже первого маунта. Очень сочные бонусы для новичков. Ну и каждый ваш переход по моей ссылке помогает в развитии канала. Итак, для рандомного челика игра за саппортов это относительно меньший напряг по сравнению с другими ролями при одинаковом влиянии на игру, ты тупо получаешь меньше люлей. Бэклайн идеальная позиция для контроля игры и если танки, например, должны действовать более интуитивно, догадываясь о передвижениях за спиной, то саппорты видят всё как супермена на пустой парковке магазина разливных лимонадиков. Ну ладно, это было сложно, в общем, очень хорошо всё видят. И короче, можно корректировать и координировать действия Тимы, просчитывая надвигающиеся пипцы. Конечно, можно усадься до развязывания пупочка при мысли о лидерстве какой-нибудь Мёрсе, но та же Анна с накинутым моноклем это мощь и сила. Дальше, саппорты это серьёзные контрпики бесящих персонажей. Фару лучше Анны контрит только разве что надрюканная Аимом вдова. Да, Дзен мало того, что хорошо раздаёт с обеих кнопок мыши, в принципе, за счёт раскола является серьёзным гарантом победы, оказывается стильным эргономичным контрпиком Гены. Ну и конечно, я точно знаю, что все вы любите похвалу в свой адрес в чатике, и это прикольно, вклад саппортов всегда виден наиболее ярко и всегда оценивается по достоинству. В целом, типовое разнообразие саппортов очень хорошо балансирует любую композицию противника, но универсальными могут быть только Анна и Дзен, эталонный набор саппов, остальные на подсосе. Вот теперь накидаем пару слов за остальных. Батист, лучшая альтернатива Анны в плане количества хила, биотика, жопы и жуй, причём прохиливается сразу толпа, проблема лишь в расстоянии, нужно быть рядом с объектом терапии, либо на ХГ. В любом случае, этот минус серьёзен. Лампа, хоть и растеряла почти всю свою эффективность в критический момент, решает. Вообще, противоречивые ощущения. Ульта, вроде и норм, а вроде и такое себе, Ариса с меркой ультуют сасния мобильность, вроде и норм, а вроде бы и такое себе, медленно и не универсально. Лампа, вроде бы и норм, а вроде бы и такое себе, как я говорил, растеряла почти весь свой потенциал в череде жёстких нёрфов. Видимо, остаётся отдаться самому распространённому афоризму для успокоения нервишек. В хороших руках любой персик имба. Мерся – единственный персонаж в Овере, которого я так и не освоил, лол, да и не особо пытался. Борис Бритва в мире Овера, ну то есть хрен попадёшь. Однако, при этом абсолютно не самостоятельный персонаж. Необходима пара, только так она раскрывается по полной. Но, на мой взгляд, именно ульта Мёрси более подходит под нож Гензи и в целом входит в мой топ-3 ультимейтов в Овере. А, ну и резко, как возможность переломить ход битвы и контратаковать. Нормальный такой мейн. Люсёк. После всех этих видосов с Деда Люсио и повторения некоторых кульбитов, не могу воспринимать Люска командным хилом. Это слишком неэффективно, пассивно и бесполезно. Мойра. Мойрочка персонаж для наведения суеты. Идеально подходит для пробития прям жёсткой обороны, когда вас буквально не выпускают с респа. Ну или застряли на каком-нибудь повороте. Есть возможность добивать шариком почти в любом месте карты. Также очень быстро копится ульта. Ситуативная сменка, короче. Бригитта. Лучший вариант показывать свою скиллуху, так как о ней многие забыли и не понимают, какая мощь ещё льётся из этой брони. Бригитта хороша во фланге. Она влёгкую раскалывает как подсолнечную семечку любого бегущего с респа сапа и почти любого урона. Либо юзается вместе с Тимой с уклоном в полный контакт. Райн, Свинзоря, её подружки. Но тут прям очень ситуативно. В итоге лучшие персики из саппортов для Мэйна это Дзен и Ана. С ними ты будешь на коне, остальные ситуативные. С ними то горцуешь на коне, то семенишь на ослики. Напомню, что спонсором сегодняшнего ролика был сервер Sirius Su, а у меня всё, я кончил.